Ситуация «Моя жизнь, совковая Россия, мир» была для меня весна, как белый день. Конечно, со временем, где-то к середине 70-х, по мере поступления информации, эта ситуация ещё больше высветилась и стала ослепляющей. Но тогда, в 64-м году, я совершил свой собственный крутой внутренний переворот и встал на сторону света, свободы и музыки. Моими героями стали Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Рингвистар. Сейчас, в 88-м году, я могу добавить, что Иисус Христос, Фёдор Достоевский, Александр Солженицын, Лев Толстой тоже поразили мою душу и воображение. Но они так же честны перед собой и Богом, как и Битлз. Но не такие весёлые и поют похуже. Уже в конце 64-го года на стенах моей комнатки висели первые фотографии Битлз. Я их где-то вырезал, выпрашивал, доставал, сам печатал у себя в ванне по ночам. Я снова и снова всматривался в их лица. Где бы я ни находился, фотографии Битлз всегда были со мной. В трамвае, на работе, на улице. Я украдкой вынимал их из внутреннего кармана и смотрел, смотрел, смотрел. Как на пришельцев. И не я один. Круг моих знакомств расширялся. Моё одиночество кончилось. И к концу 60-х годов моя комната превратилась в домашний Битлз-клуб, всегда полный гостей и музыки. В моей жизни появились милые и добрые люди, которых я полюбил, и с которыми я разделял радость общения со святой музыкой Битлз. Это были десятки. Это были сотни миллионов людей. Миллиарды. Это был весь мир. А вот голос молодой России. Это фразы моих гостей, которые они оставляли в альбоме с фотографиями и выисками о Битлзе в конце 60-х годов. Я благословляю Битлз. Мне не найти слов. Хочется встать на колени перед всем миром. Битлз бессмертный. Спасибо. Спасибо. Алена и Марина. Музыка Битлз заставляет нас думать. Думать, что не все еще потеряно в этом мире. Что не такие уж мы и букашки. Что мы тоже что-то можем. Иначе зачем жить? И ни одной поп-группе не удалось, не удастся и не удавалось вызвать в нас столько чувств, мыслей, очистить наши души от грязи, обыденности, окаменелости. Только Битлз это могут. Только они. Когда я их слышу, дрожит каждая моя клетка. Она освещается музыкой Битлз. Без них я не смог бы жить полной жизнью. Да и вообще смог бы жить. Жалко, что я не волшебник. Я изобрел бы для Битлз бессмертие. Все мои псковские друзья говорят сейчас. Да здравствует Битлз! Марина Алексеева Это был Voice of Russia. Это был голос молодой России. А вот письмо английского фана Джону Леннону. Дорогой Джон, как только вы приедете в наш город, мы прорвем все кордоны, мы сметем все преграды. И, оказавшись рядом, прикуемся к вам наручниками, чтобы никогда-никогда не расставаться. О, Юли, Вокс! О, Дей! Голос народа! Почему это произошло? Как будет Битлз по-русски? Что значит Битлз для русских? Только ли битлапсы, биглисы, патласы и билтусы? Может, просто у каждого свой перевод, у каждого русского свои битлы в условиях духовного голода советского рицейма. Почему у нас запели их песню, иногда даже по-русски? Почему вообще я все время про какое-то русское или английское спрашаю? Сам-то я, черт бы меня драл, тоже вроде русский почему-то. А почему, а? Не надо ответов, нужна любовь. Say the word, and you'll be free, поет Джон Леннон. Скажи слово, и ты будешь свободен. Скажи слово, и ты будешь как я. Подумай об этом слове. Ты его слышал когда-нибудь до этого? Это слово называется love. Это свет. Это солнце. Это слово любви. Так Джон Леннон пел на пластинке раба соло. И нет ни русских, ни еврейских. Нет там и английских, и нет французских. А есть добрые люди. И посланная им Богом музыка. Музыка любви. Музыка мира будущего. Созданная тысячи лет назад. Музыка магичная. И зовущая туда, на земляничные поляны, Вечного кайфа. Где нет всех этих властей, Газет, талонов, вождей, Границ отделов и кадров. Де Битлз. Слово заклинания. Слово вопрос, которое есть ответ. Слово мир настоящего. Где ближний наш говорит дальнему нашему. Брат, я люблю тебя. Давай споем. All my loving. I will send to you. И выкини нафиг свой патчпорт. Он про иски дьявола. Де Битлз. Посланники любви на земле. Хотя и редко, но всевышний. Радует человека. И правильно делает. Love is God. And Битлз. Продолжаем. Нашу суперглаву. Которая называется Жуки-ударники летят. Битлз are flying. Послушав Битлз, я и мои гости, Миллиарды гостей, Выпали из общества. Мы нарушили контроль государства. Мы так или иначе перестали ему подчиняться. А значит, приблизили мир любви без границ И идиотских правил жизни. Царство Божие стало ближе. Ибо Битлз это любовь. Нам, миллиардам, и мне, да, повезло. О, как нам повезло. Радость и любовь посетили нас. И не оставляют. Громкая радость и космическая любовь. Надо чаще сообщать об этом друг другу и всякому первому встречному. Надо кричать об этом экрану телевизора и форточку. И тогда все на земле от облака номер восемь до облака номер девять, где начинается верх блаженства, поймут и море серости превратится в лужу. Мало надежды, что серость исчезнет вообще. Наверняка в луже серости будут плавать какая-нибудь серая фуражка с красным околышем, а в ней будут сидеть несколько серых людей. Пусть плавают, ведь они глухие. А мы будем перешагивать через эту лужу и осенять себя крестным знамением. Слава Богу, беда миновала. Тьфу, тьфу, тьфу. Я благодарю Господа за ту благодать, которую он на меня не спасла. Благодарю за Битлз, за всех вместе и по отдельности. Они спасли и сохранили мою душу и мою жизнь. Сколько раз я висел на волоске, сколько бес мучил и толкал меня на край, но пронесло. Крестным знамением я осеняю и далекую родину мою, Англию. Великую родину мою. Она дала мне то, что внутри меня ни скальпель, ни пуля туда не достанут. Спасибо Англии за Битлз. Именно здесь, в Совке, они бы никогда не появились. Люди из асфальтовой фуражки и лужи серости зарубили бы их. Бета скрим и баут. Форточку. I love you. Please stay here forever. I love you, Битлз. Вот несколько вариантов песен Битлз на русском, которые мы, мальчишки, слышали еще в далеком 66-м году. На наших вечеринках, на танцах. Или просто в электричке. Или просто в электричке, когда какой-нибудь парнишка зарабатывал копеечку, бренча на своей гитарке. Can't buy me love. Любовь не купи. Музыка Битлз. Слова русские народные. В ливерпульском старом баре раздается снова гром. Снова битлы заиграли, закричали четвером. Ринго Стар в экстазе бьется. У органа Джон трясется. Джордж по струнам бьет рукой. Поль поет, как заводной. Комбайн милав. Комбайн милав. Джора. Битлаки. Это супер. Джонни. Патласы. Билтусы. Рингуша. Братья Битлз. Врубай Битлов. Битлз. Законная группа. А вот моя любимая песня, которую я позволю себе поведать тем, кто хочет ее услышать. И даже не хочет. А просто, может быть, случайно услышать ее. Это моя молитва. На ней я сижу, на ней я сплю, и ее я поместил в свою первую любимую книгу. Настраивайся, выпадай, блаженствуй. I am only sleeping. Я сплю и только. Слова и музыка Джона Леннона и Паши Маккартни. Лидер вокал Джон Леннон. Группа Битлз. Когда я просыпаюсь рано утром, приподнимаю голову и зеваю, я еще досматриваю сон, лежу и плыву куда-то вверх. Прошу, не будите меня, не трясите, оставьте меня в этом состоянии. Я сплю и только. Все думают, что я лентяй. Я не возражаю. Я думаю, что они болваны, бегают, суетятся, а потом и сами понимают, что не к чему. и незачем. Прошу, не портите мне настрой. Я далеко отсюда. В конце концов я сплю и только. Я наблюдаю за миром через мое окно. Я не спешу, лежу, смотрю на потолок и жду, когда придет дрема. Прошу, не надо портить мне настрой. Я далеко отсюда. В конце концов я сплю и только. Это был конец четвертой главы из книги Васи Колина «Рок на русских костях».